здравствуйте друзья снова вас приветствую и сегодня мы начинаем совершенно новую тему это реляционное деление как видите снова пометка часть 1 ну так всегда бывает какую тему не выберешь оказывается что она столько интересной настолько богатая и обширная что ни в час не в два часа не в три часа мы не укладываемся и приходится разбивать на несколько серий вот сегодня у нас самое начало мы обсудим что это за такое реляционное деление в SQL как оно делается зачем оно нужно ну а все самое интересное как обычно будет в следующих сериях у микрофона федор самородов напоминаю что я работаю преподавателем в учебном центре специалист приходите к нам учиться ну а многие из вас наверное у нас уже учились и со мной знакомы так давайте сразу перейдем к делу мы будем обсуждать интересную алгебраическую операцию деление ну вы конечно знаете что такое деление как делить числа друг на друга и конечно мы помним про четыре основных операции в алгебре но когда мы работаем с базами данных когда работаем с языком SQL мы не просто алгебры пользуемся а алгебры множеств там в общем то все то же самое тоже есть вот эти вот операции и другие операции похожие на те которые привычны в математике но разница в том что вместо чисел мы складываем вычитаю умножаем и делим множество ну а если говорить о практическом применении то есть именно базах данных то там у нас множеством является таблица то есть мы складываем таблицы вычитаем умножаем делим таблица с точки зрения революционной алгебры это множество строк так что множество строк таблица множество неважно все это можно складывать вычитать умножать и делить ну например вот из одного множество можно вычесть второе можно сложить эти множество и так далее три операции из этих базовых четырех они всем знакомы ну разве что операции разности она в разных версиях с убд у разных производителей по разному разными операторами обозначена в сиквел севере у микрософта это except в других с убд это минус но это неважно в любом случае вы можете взять две таблицы и сложить их и получить множество строк ну или новую таблицу в которой будут все строки которые есть либо в первой либо во второй таблице это операция июня тут все понятно операция except применяется редко но понятие тоже несложно мы берем таблицу и оставляем в ней только те строки которых нет в другой таблице ну разность множество конечно же все знают умножение таблиц cross join если мы возьмем две таблицы и за джоиним их выполним соединение или как говорят в умных книжках прямое декартово произведение рассчитаем то получим новую таблицу в которой будут все комбинации строк из первых двух и это действительно похоже на умножение потому что в этой новой таблице мы получим столько строк сколько в первую умножить на столько сколько во второй вот эти первые три операции они ну простые понятные и мы ими постоянно пользуемся а вот как насчет деления оказывается есть такая операция действительно множество или таблицы можно делить друг на друга можно взять одну таблицу и поделить ее на вторую таблицу и как и в трех предыдущих операциях результатом тоже будет являться таблица таблицу а делим на таблицу b и получаем новую таблицу c вот так это операция реляционное деление довольно часто используется на практике и возможно вы такие задачки уже решали требующие реляционного деления просто этого этой операции нету в виде как бы отдельного оператора ну в будущем наверное такой оператор появится в базах данных ну а пока мы вынуждены вот это вот деление выполнять обходными путями давайте сначала обсудим как должно выглядеть деление таблиц друг на друга проведем опять аналогию с привычный нам обыкновенной алгебры делим одно число на второе и получаем 3 результат операции деления умножения между собой связаны то есть мы можем поделив два числа произвести обратную операцию то что у нас получилось умножить на делитель и получим делимое теперь давайте представим что мы работаем не с числами а с таблицами то есть вот в эти формулы в прямоугольнички мы подставим таблицы что у нас получится у нас получится что если мы сумели найти результат деления частная то есть вот построили такую таблицу которая будет результатом деления 1 на вторую то умножив ее на делитель а умножение у нас в революционной алгебре это cross join так вот умножив ее на делитель мы должны получить исходную эту большую таблицу ну как большое число мы поделили бы на маленькое число и получили бы какое-то частное умножаем его опять на это маленькое число и получаем большое число вот так же с таблиц с таблицами то есть нам нужно найти такую таблицу которая при выполнении cross join а с делителем дает исходную большую таблицу которую мы делим вот эти теоретические выкладки они на самом деле никакого значения не имеют потому что на практике выглядит революционное деление не похоже вот на то что я нарисовал то есть в теории да в теории так в теории это важно и интересно хотя во второй или в третьей серии наши нашего вебинара мы еще вернемся к этому вопросу и обсудим важность или наоборот неважность теоретических этих рассуждений это нам нужно было просто для того чтобы провести аналогию с привычным нам делением чисел друг на друга но на практике вы можете об этом не задумываться потому что вот этот вот обратный cross join обратное умножение она не так важно сейчас я покажу на примере как одна таблица делится на другую посмотрите в на правую часть слайда преподаватели читают разные курсы у разных преподавателей разный набор компетенций и в соответствии с ними они читают какие-то курсы я хочу прослушать парочку курсов вот по tcp айпи и по эти в директоре и мне почему-то хочется чтобы меня учил один преподаватель ну знаете так бывает такой психологический эффект если слушателю понравилось у одного преподавателя он старается к нему же потом и записаться хотя это на самом деле неправильно если вы будете учиться у нас специалисты вы так не делайте учиться вообще-то нужно у разных преподавателей потому что разные преподаватели на разных вещах делают акценты и наиболее полная и правильная картина мира у вас сложится если вы у разных преподавателей учитесь но мы представим что нам принципиально важно прослушать весь набор курсов у одного преподавателя и вот я задачился таким вопросом какие преподаватели могут меня в этом плане полностью удовлетворить какие преподаватели читают все вот эти вот курсы из двух которые мне нужны но таких преподавателей мы видим трое а вот эти вот три преподавателя это и есть результат деления вот такая простая операция вы возможно ее много раз уже выполняли просто может быть не знали что это называется деление но это действительно деление одной таблицы на другую и когда нибудь мы наверное доживем до такого времени когда во всех вас у бд появится оператор оператор девайд или девайд бай который будет работать ну как вот union или cross join таблица слева от оператора девайд справа и результат сразу уже готовая таблица давайте посмотрим на этот пример повнимательнее чтобы получил почувствовать это очень важно и так вот эта большая таблица где все существующие комбинации преподавателей курсов на который в принципе я могу записаться это большая таблица исходная делимая набор курсов которые я хочу найти у одного преподавателя у одного преподавателя это есть делитель ну а вот эти самые преподаватели это есть результат деления почему так а представьте что мы делаем обратную операцию умножаем делитель на частное умножение в базах данных это у нас что это cross join вот я умножаю делитель на частное и получаю ну я конечно получаю не исходную таблицу исходную таблицу принципиально невозможно было бы cross join нам получить без каких-то дополнительных операций но я в любом случае получаю подмножество подмножество которое содержит вот этих всех преподавателей подмножество исходной таблицы делимого вот одна из причин почему я говорил что теоретически вот эти выкладки они не очень-то важны потому что все равно полной аналогии с делением арифметическим нету то есть cross join он дает нам все-таки подмножество а не исходную таблицу кстати вот у нас есть деление с остатком есть деление без остатка и в реляционной алгебре тоже есть два вида реляционного деления можно делить таблицы друг на друга с остатком а можно без остатка вот то что я сейчас проделал это деление с остатком потому что среди моих преподавателей вот этих найденных 3 есть такие которые читают еще и другие курсы не только те которые мне нужны обычно этот остаток не важен в практических задачах для которых вы будете применять реляционное деление вам это все равно есть там остаток нет остатка это неважно но теоретически я мог бы озадачиться и таким вопросом поделить без остатка кстати остаток не перепутайте это можно легко спутать остаток это не остальные преподаватели которые мне не подошли нет это не они остаток это преподаватели которые мне подошли но они читают еще какие-то другие курсы которые мне не нужны вот это вот остаток отделения вот эти вот преподаватели с дополнительными другими какими-то курсами то есть остаток отделения а те преподаватели которые в принципе мне не подошли они тут в этой операции вообще никак не участвует они вообще не интересно мы их отбрасываем и про них забываем так вот если бы я хотел поделить без остатка точное деление выполнить то это выглядело бы так я нашел преподавателей оказался такой преподаватель только один который читает то что мне нужно и только то что мне нужно никаких других курсов он не читает и вот это есть точное деление деление без остатка и если я выполню кросс джойн то я как раз получу все курсы этого с этим преподавателем и никаких других лишних строк связанных с этим преподавателем не будет сравните предыдущее деление когда у меня получилось три преподавателя при выполнении обратной операции кросс джойн я получил бы только строки написанный красным но на самом-то деле в исходной таблице были еще другие строки которые надо бы прибавить фиолетовые строки вот это остаток остаток отделения при обратном умножении мы прибавляем если оперируем с числами ну так же и здесь чтобы получить вот этот вот исходный прямоугольничек красный под множество содержащий всех моих преподавателей мне пришлось бы не только кросс джойн сделать а еще добавить туда две строки сергей клевогин читает курсы по хакингу а федор самородов еще по скуэлю точное деление без остатка она возможно вам в жизни никогда не понадобится нет ну конечно есть практически задача где такое требуется но это момент не принципиальный и на решениях которые мы дальше будем рассматривать это никак не скажется то есть деление с остатками без остатка очень легко модифицируются друг в друга и нет между ними принципиальной разницы не по производительности не по стилю написания запросов это нам не важно так давайте сфокусируемся на самом главном на сути вот этой операции эту операцию желательно сразу распознать потому что если вы поймете что от вас задача требуется выполнить реализационное деление то у вас сразу есть уже готовое решение готовый рецепт который я дальше покажу и этот рецепт применить совсем несложно обычно больше времени уходит на то чтобы распознать задача которая перед вами стоит именно вот эту вот операцию потому что она такая не очень-то нам привычно и не очень красиво ложится на аналогию с обычным арифметическим делением и так смотрите еще пару примеров опять же смотрите на правую часть слайда имеются магазины и в этих магазинах есть разные предложения по товарам я хочу купить три товара холодильник телефон и батарейки но я не хочу по нескольким магазинам ходить чтобы два раза не вставать я хочу найти такой магазин где можно купить все один раз в этот магазин сходить и все купить сразу вот какие магазины мне подходят но очевидно вот эти вот два медиамаркт и м видео только в этих двух магазинах есть то что я задумал купить в любой из них пойду все куплю это деление с остатком ну потому что эти магазины продают еще какие-то другие товары которые мне сейчас не нужны но в этой задаче мне это совершенно не мешает самый популярный пример который всем обычно интересен и обычно всерьез озадачиваются вопросами релационного деления когда вот решают задачу которую я покажу вам на следующем слайде вот самое популярное применение это работа со связанными продажами здесь конечно эта задача очень упрощена самая ее суть вот смотрите опять же правая часть у меня есть история покупок я вижу какие покупатели что в моем магазине покупали представьте что эти покупатели они предъявляют дисконтную карточку так что я могу их друг от друга отличать и отслеживать кто чего покупал вот история покупок имеется и я как маркетолог думаю так вот интересно у кого из этих покупателей есть маленькие дети причем девочки это интересно ведь если я буду это знать я тогда могу точно рекламировать им какие-то товары для девочек предлагать адрес на скидки как узнать в анкете допустим у меня не записано про этих покупателей есть у них маленькие девочки или нет а я могу сделать такое предположение проанализировав продажи этим покупателям если они покупают подгузники и какие-то куклы для девочек ну наверное это неспроста наверно у них есть девочки в семье маленькие и значит вот им как раз и нужно рекламировать всякую детскую одежду и для девочек и все прочее для девочек формально я сформулирую задачу так какие покупатели покупали одновременно ну в одном чеке или просто с небольшим интервалом времени покупали вот эти вот два товара связанные продажи подгузники и куклу барби это деление и вообще очень велика вероятность что вы имеете дело с делением когда формулировки задачи вас сказано какие элементы какого-то списка связаны сразу с несколькими элементами из другого списка сразу с несколькими значениями из другого списка какие поставщики поставляют все товары из заданной категории какие покупатели покупают все товары из какого-то списка из какой-то категории служба знакомств представьте какие зарегистрированные пользователи в этой службе знакомств удовлетворяют сразу всем пожеланиям кадровое агентство какие кандидаты удовлетворяют сразу всем требованиям вот этой вакансии не одному какому-то всем то есть если в задачи формулировки задачи есть намек на то что вам нужно найти из какого-то одного списка элементы связанные сразу с несколькими значениями из другого списка вот это скорее всего намек на реляционное деление скорее всего вам придется делить одну таблицу очень большую на другую таблицу как правило очень маленькую вот так ну что же надеюсь это было понятно теперь давайте подумаем как это деление нам бы выполнить есть несколько методов я их сейчас все покажу и потом как обычно мы эти методы между собой сравним посмотрим какие у них друг перед другом преимущества и как их правильно применять окно что переключаемся в менеджмент студию у меня заготовлена точно такая же табличка которую я использовал на слайдах давайте на нее посмотрим так табличка где собранные преподаватели и курсы которые они читают я эту табличку назвал расписание так вот она точно такая же как то что я показывал на слайде и еще есть вторая табличка на которую я вот эту первую табличку с расписанием хочу поделить вторая табличка делитель я назвал курсы вот до хочу первую табличку поделить на вторую как это будем делать первый метод ну хочется его назвать сразу самый простой но простым его назвать язык не поворачивается сейчас вы поймете почему первый метод я назвал метод двойного отрицания логически он выглядит так попытайтесь сначала понять вот такую фразу среди этих двух курсов которые я выбрал теперь теперь перехти в директоре среди вот этих вот двух курсов нет ни одного который нужный мне преподаватель не читал бы язык и сколь хорошо ложится на грамматику особенно на английскую особенно если речь идет о применении под запросов сейчас так и поступим попытаемся эту фразу положить на под запросы так вот я смотрю на выбранные мной курсы потом смотрю на таблицу с расписанием и думаю среди вот этих моих двух курсов не должно быть ни одного который нужный мне преподаватель не читал а потом осознав эту фразу я усложняю вопрос для этих преподавателей это утверждение верно сейчас я попробую это перенести на под запросы так следите внимательно за руками среди моих курсов нет ни одного которые чего-то там значит среди моих курсов это как запрограммировать вот табличка с делителем это курсы которые мне нужны курсы среди вот этих курсов выбранных мной нет ни одного для которого чего-то там перевожу это на язык SQL для вот этих курсов не существует не существует ни одного курса который преподаватель бы не читал преподаватели у меня в другой табличке значит под запросом заглядываю в табличку с расписанием среди курсов нет ни одного который преподаватель бы не читал который преподаватель бы не читал значит поступим так табличка с расписанием там возьмем курс и сопоставим его с курсом из верхнего селекта пока так для курсов которые я выбрал нет ни одного который преподаватель бы не читал ну пока все просто в том смысле что я всего-то навсего перебираю список курсов и для каждого курса смотрю а если преподаватели которые его не читают у меня два курса и каждый из этих курсов кто-то читает кто-то читает хотя бы один преподаватель любой ну поэтому я получаю пустое множество это вопрос со слайда среди этих курсов нет ни одного который бы преподаватель не читал вот еще раз посмотрите на слайд верхний вопрос я уже запрограммировал а теперь посмотрите на следующее уточнение для этих преподавателей выполняется вот это утверждение мне нужно найти тех преподавателей для которых вот это вот все написанное мной выполняется на языке иску это значит что мне нужно добавить сверху еще один select снова обращаюсь к таблице с расписанием я назову ее r1 а ту другую таблицу с расписанием r2 зачем этот select нужен за тем что я теперь хочу перебирать преподавателей вот здесь я буду перебирать преподавателей а вот тут во втором селекте я перебираю курсы я перебираю преподавателей и спрашиваю для этих преподавателей это верно для этих преподавателей нет курсов которые он бы не читал нет курсов это значит снова not exist почему двойное отрицание а вот почему потому что два раза я использую not и так в верхнем селекте я перебираю преподавателей и для каждого преподавателя перебираю курсы и смотрю а нет ли среди этих курсов тех которые он не читает такой вопрос но нужно еще привязку к преподавателю сделать я привязался к названию курса вот здесь вот а надо еще вторую корреляцию пробросить для связи с преподавателем поэтому я уточню преподаватель который упоминается в нижнем запросе верхнем это должен быть один тот же преподаватель вот уже я получил что-то похожее на ответ в том смысле что здесь есть все нужные мне преподаватели но поскольку верхнем селекте у меня был не список готовый преподавателей а список сочетаний преподавателя и курса то надо еще уточнить что я имел ввиду какой итоговый список я хочу получить мне нужны только преподаватели и не хочу чтобы они повторялись вот пожалуйста ответ в это есть первый такой классический который вы скорее всего и найдете сразу в учебниках метод реляционного деления что здесь интересно то что этот запрос это решение ну его можно назвать интуитивным потому что я формулирую задачу на человеческом языке и тут же ее просто перевожу на язык SQL если вы хорошо владеете под запросами и постоянно с языком искали что-то делаете то скорее всего это будет для вас несложно вы такие вещи наверное в уме легко проделывать еще интересная вещь обратите внимание что в этом решении мы два раза обращаемся к таблице с расписанием в верхнем и в нижнем под запросе это не очень хорошо вот посмотрите на план выполнения если у нас таблица с расписанием большая то скорее всего это приведет к проблемам сервер не сможет никак это заоптимизировать в одно обращение к таблице и вот первый раз мы поднимаем с диска эту таблицу и вот тут вот второй раз два обращения если в этой таблице будет много строк то это потенциальная проблема в плане производительности так давайте по этому методу подведем итоги что значит нам тут интересно плюсов практически у этого метода нету у него есть три серьезных проблемы про выполнение мы поговорим дальше а из теоретических проблем обратите внимание что этот метод нельзя как-то просто и легко трансформировать в решение для деления без остатка это в принципе не очень важно вам скорее всего это никогда не понадобится да и пользоваться вы этим методом на практике не будете а еще одно тоже чисто теоретическое такое замечание этот метод неправильно делит на ноль в математике помните делить на ноль то нельзя а что у нас нулем является представьте пустое множество курсов представьте что в таблице с курсами вот в этой нет ни одного курса это значит что вот этот селект всегда будет возвращать пустое множество а это значит что вот это условие всегда будет выполняться то есть все преподаватели будут выводиться в результате если список курсов пустой то независимо от расписания я получу просто всех существующих преподавателей по теоретическим соображениям это вообще-то неправильно и правильное поведение было бы в этом случае возвращать пустое множество а вот этот метод он так не делает то есть делить на ноль он не умеет на практике конечно вам вряд ли придет в голову делить на ноль вот поэтому это разница это замечание тоже не очень существенно но все равно все перекрывает первый недостаток этот метод реально медленный и поэтому использовать вы его скорее всего не будете он нам интересен просто как интеллектуальное упражнение давайте ко второму методу второй метод тоже нас надолго не задержит потому что он на самом деле такой же как первый только с немного осовремененным синтаксисом мы по-прежнему формулируем вопрос так как и в предыдущем случае смотрим на курсы и озадачиваемся вопросом среди этих курсов не должно быть таких которые преподаватели бы не читал но вместо последнего подзапаса мы просто используем операцию разности множества эта операция поддерживает виде готового оператора не во всех с убд поэтому я назвал это метод современный только в современных с убд вы можете это применить но принципиально это ничего не меняет ход решения такой же рассуждение точно такой же и даже более того скорее всего это решение скомпилируется в точно такой же план запроса как и первый подход поэтому и технической разницы тоже между ними в общем то нет просто синтаксически это приятнее ну и проще проще пишется давайте я покажу так я начну также как в прошлый раз даже давайте я скопирую предыдущий запрос вот предыдущие решение обратите внимание вот на эту часть я перебираю курсы и смотрю по каждому курсу читает его преподаватель или не читает так вот давайте этот под запрос мы заменим разностью множеств except в языке в транзакторской в микрософтской версии это записывается как except ну а в некоторых других с убд это может выглядеть как операция минус по-прежнему мне нужно еще раз обратиться к таблице с расписанием только эта корреляция уже не нужна потому что разность множеств сделает мне то что делала вот эта корреляция корреляционные условия я лишь оставлю вот так последнюю корреляцию но чтобы указать что преподаватели которые верхнем селекте это те же преподаватели которые в нижнем селекте да чтобы применить разность множеств конечно придется таблички привести соответствие ну получилось то же самое да и технический запрос выполняется точно так же я сейчас построю план запроса и вы увидите что разницы никакой нет видите то же самое по-прежнему есть два обращения и операции те же самые мы выполняем с этими таблицами но этот способ конечно приятнее тем что он более точно выражает вот ту фразу от которой я начал двигаться ну и синтаксически проще для написания все плюсы и минусы точно такие же по-прежнему это медленный способ и другие недостатки тоже у него аналогичные ну а теперь третий метод он у нас самый главный самый основной и самый правильный поэтому они помедленнее буду рассказать итак решение такое мы просто для каждого преподавателя посчитаем сколько курсов из числа нужных нам он читает и посмотрим этих курсов получилось два или меньше если два это преподаватель подходящий если меньше не подходящий вот так на самом деле если вы хорошо понимаете как работает группировка то этот метод покажется вам ну очень простым и даже проще предыдущих двух сейчас я его медленно покажу пожалуйста следите внимательно за руками итак посмотрим на табличку с расписанием так вот передо мной список чего ну список компетенций так скажем то есть одна строка этой таблицы это что одна строка это одна какая-то компетенция вот преподаватель леаруц обладает нужными навыками компетенции чтобы стать курс по эти в директоре а еще по tcp то есть это список какие-то компетенций а я хочу от списка компетенций перейти к списку преподавателей то есть иными словами сгруппировать сгруппировать этот список компетенций по преподавателям группирую по преподавателю вот так сгруппировал вот мои преподаватели но в исходной таблице исходный то которая в секции from в исходной таблице за каждым преподавателем скрывается целый набор компетенций которыми он обладает и к этому пучку компетенций можно применить какую-то агрегатную функцию ну например функцию count вот сейчас я посчитал сколько вообще курсов всех сколько курсов умеет читать каждый преподаватель но меня интересуют не все курсы а только два поэтому давайте я перед тем как группировать уточню что буду группировать не весь исходный список компетенций а только те компетенции которые мне нужны меня интересует курс по tcp айпи три преподавателя читают курс по tcp айпи и еще меня интересует курс проекте в директоре проекте в директоре тоже некоторые преподаватели читают курсы и посмотрите теперь на правую колонку вот это количество курсов которые читает преподаватель из интересных мне из вот этого вот множества ну и теперь в общем то все понятно вот это делимое расписание список компетенций это делимая таблица которую я делю вот это множество в скобочках это делитель ну а то что у меня потом получится это будет частная меня интересуют те преподаватели которые читают все все курсы из делителя этих курсов всего два значит те у которых каунт звездочка равно двум вот они мне интересно все решение почти готово в секции хэвинг я сравниваю агрегатную функцию каунт с двойкой и вот эти вот товарищи как раз мне интересно вот и все если вы хорошо чувствуете языка сквей то это решение вам должно показаться ну очень простым и понятно но она сложнее в общем то чем предыдущие два потому что она требует понимания группировки а это уже больше мозговая нагрузка так теперь я это решение давайте его для истории сохраню я его перепишу еще раз формально чтобы подстроиться под мои таблицы я сейчас для наглядности название курсов то есть делитель вписал ручками ну на практике конечно мы так делать не будем мы давайте этот фильтр в секцию from перенесем операции наружаю я же не знаю сколько там заранее курсов я хочу прослушать поэтому напишу универсальный запрос так вот это условие соединения она как раз заменяет мне фильтр я хочу из расписания взять только те курсы которые есть в моем списке интересов ну и все каунт сам по себе не интересен вот решение да еще я не знаю сколько курсов будет заранее поэтому вместо цифры 2 цифра 2 описать не могу я же не знаю что я двумя курсами заинтересовался простой запрос вот такой который посчитает количество курсов в делителе ну вот пожалуйста вот это пожалуй и будет универсальным решением ну что здесь еще можно усовершенствовать если вы предполагаете что эта таблица с расписанием она настоящее расписание собой представляет то есть повторяются пары преподавателей курсов то вот тут вот в первом каунте поставьте distinct distinct и название курса ну давайте я покажу я имею ввиду вот это давайте теперь это решение проанализируем ну оно компактно это уже неплохо как насчет производительности с производительностью тоже есть надежда что этот способ будет лучше потому что таблица с расписанием которая у нас предполагается большой на практике затрагивается здесь только один раз вот один раз я к ней обращаюсь и есть надежда что SQL server будет поднимать ее из диска тоже только один раз и давайте посмотрим да действительно вот одна операция где эта таблица поднимается с диска и все больше она мне нигде не нужна это хорошая новость еще одна хорошая новость этот способ корректно работает при делении на ноль что будет если список курсов которые мне интересно пустой в этом случае вот в этой таблице нет ни одной строки следовательно join независимо от условия совершенно точно вернет пустое множество то есть при делении на ноль у меня получается пустое множество как и должно быть в теории очень хорошо и еще один вопрос который меня интересует предыдущие два метода вызывали проблемы у меня в том смысле что их нельзя как-то просто легко модифицировать для того чтобы получить точное деление мы помним что сергей клевогин и федор самородов какие-то еще там курсы читают которые мне не интересны а вот илья руть для точного деления подходит он читает только эти два курса и больше ничего давайте попробуем этот запрос модифицировать так чтобы поделить нацело без остатка и так что я хочу поменять я заменю inner join на левый это приведет тому что из таблицы расписания все строки окажутся в результате в результирующем наборе после join в том числе там окажутся строки которые соответствуют тем курсам которые мне не интересны но я по-прежнему группирую по преподавателям и буду оставлять в результате только тех преподавателей у которых левый join не добавил никаких новых строк то есть если для преподавателя левый join и inner join дают одно и то же они тоже результат то это преподаватель мне годится это значит что он ничего другого не читает как проверить различается ли левый join от inner join для какого-то преподавателя надо просто сделать сравнение посчитав одно и то же в левой и правой части результирующей таблицы вот здесь курс пришел из правой части join из таблицы с курсами а вот здесь вот во втором сравнении я возьму то же самое но из левой части если левая часть с правой не расходится то это как раз означает что левый join никаких строк не добавил вот эти два сравнения это одно и то же то есть и вот здесь вот количество курсов и вот здесь вот количество курсов просто в одном случае этот курс берется из правой таблицы в другом случае из левой случае и на джойна это все равно левые и правые части в этом смысле совпадают а вот левый join может добавить к левой части дополнительные строки и если расхождение есть такой преподаватель мне не годится значит он что-то еще читает дополнительно вот так вот это целое деление без остатка как видите легко переделался мой запрос и что важно он не усложнился технически то есть здесь не появилось никаких новых обращений к таблице с расписанием ну и на план запрос это серьезно не повлияет так что и на производительности наверное сильно не скажется так подведем итоги и так метод однозначно самый лучший и вот именно его мы и будем применять он по всем параметрам хорош и превосходит первые два так теперь интересный вопрос который нас волнует это конечно производительность сейчас табличка была у меня очень маленькая и конечно все эти методы работают быстро давайте исследуем производительность всех этих трех методов поподробнее а исследовать производительность мы будем так во первых мы посмотрим на собственно с производительность на скорость работы этих двух методов а во вторых мы посмотрим как эти методы масштабируются как они масштабируются по размеру делимого и по размеру делителя это может быть очень интересно для практических применений что касается делимого то я для примера создал две таблицы в одной миллион строк в другой 100 миллионов строк это то что мы будем делить ну то есть история продаж или расписание 100 миллионов скорее все таки эта история продаж а делитель это корзина покупательская товары которые совместно были куплены ну или курсы которые я хочу прослушать совместного одного преподавателя итак посмотрите пожалуйста сначала на мои обозначения все графики я буду представлять в таком вот одинаковом виде виде двух линий одна для миллионного делимого другая для 100 миллионного делимого на что нужно обратить внимание во первых по вертикали шкала логарифмическая зачем затем чтобы лучше видеть тенденции сами цифры конечно будут различаться у нас с вами потому что они зависят от типов данных которые вы выбрали от версии с убд там от других многих параметров цифры могут незначительно различаться но тренды скорее всего будут те же самые и логарифмическая шкала в этом плане очень удобно она подчеркивает тренды позволяет их лучше увидеть а не существующие тренды наоборот сглаживает в прямую линию так что расстояние между вот этими двумя линиями синий и зеленый она больше чем кажется между ними видите два порядка разница логарифмическая обратите на это внимание во вторых посмотрите как я выбрал размер делимого размер делимого на практике мы к сожалению не можем гибко выбирать потому что это у нас таблица фактов и она нам уже дана то есть вот она история продаж она уже есть и мы ничего там с ней особо не можем сделать единственный выбор который мы можем предпринять это взять ли историю за последний месяц за последний год за последнюю пятилетку или за всю историю вот и все больше мы выбирать ничего не можем но в любом случае делимое будет очень большое а вот делитель наоборот обычно маленький большинстве задач вы будете делить на две строки или на три строки ну как в моем примере с курс самые интересные практические задачи они решаются делением на две или максимум три строки это если вы будете из применять религиозное деление для анализа данных ну типа связанных продаж как я показывал и тому подобное но может быть вы захотите религиозное деление применить и для других задач не связанных с анализом вот тогда делитель может быть большим и для примера я создал еще табличку где 1000 строк на нее тоже поделил ну а масштабирование поделителю на маленьких значениях нам конечно интересно потому что как мы узнаем из следующих серий перебор вот этого размера делителя он имеет значение при анализе данных при анализе связанных продаж и тому подобное я это все потом покажу так вот на что нужно обратить внимание теперь давайте посмотрим собственно на производительность 1 2 методы компилируются в одинаковые планы поэтому для них графики все я построил общие разницы нет ну можно заметить что производительность у этих двух методов действительно низкая посмотрите на цифры даже если мы всего лишь навсего миллион строк делим на таблицу из двух строк уже получается больше секунды время выполнения запроса но это конечно неприемлемо если вы планировали что-то делать в реальном времени нет в реальном времени первый второй алгоритм работать не могут вообще в принципе что еще можно интересного заметить на этих графиках эти алгоритмы хорошо масштабируются по размеру делителя это неплохо ну это было бы неплохо если бы в целом эти алгоритмы работали быстро а так это имеет лишь теоретическое значение но это интересно будет когда мы доберемся до 3 алгоритма и так по делителю эти алгоритмы замечательно масштабируются вот и даже когда делитель у нас большой корзина с 1000 товаров или 1000 курсов то все равно не такая уж и катастрофическая разница но к сожалению эти два алгоритма мало того что они медленные они еще и очень плохо масштабируются по размеру делимого то есть увеличением таблицы фактов а в современных хранилищах данных таблицы фактов достигают чудовищных размеров с увеличением таблицы фактов в производительности становится вообще катастрофически неприемлемой ну вот в общем то все что нам нужно знать про эти алгоритмы кстати а почему такая низкая скорость чего это вдруг но это станет ясно если мы посмотрим на план запроса помните я показывал что у нас идет обращение два раза к этим таблицам и от два раза вы поднимаете по 100 миллионов строк с диска и начинаете их ворочать обратите внимание на плане на две операции которые я обвел красным из них выходят толстые стрелочки вот толстые стрелочки это всегда плохо это значит что вы производите какие-то операции над очень большим количеством строк то есть это много логических чтений и большой объем данных серверу придется переваривать вот так что конечно производительность печально а вот в третьем методе все гораздо веселее в третьем методе мы обращаемся к таблице с делимом только один раз один раз поднимаем из диска обратите внимание на плане запроса обведено красным вот эта толстая стрелочка ну и больше это толстая стрелочка с другими толстыми стрелочками не встречается на нашем плане это хорошо это дает нам надежду на то что запрос все-таки будет работать быстро и так вот что у нас получилось посмотрите пожалуйста сначала на цифры время выполнения запроса это миллисекунды очень хорошая даже если мы 100 миллионов строк делим все равно получаются доли секунды то есть можно сказать что в реальном времени можем чего-то там даже анализировать это раз второе наблюдение этот метод к сожалению начинает подтормаживать на больших делителях даже на логарифмическом масштабе при переходе к 1000 к размеру делитель 1000 стрелочки резко пошли вверх то есть на линейном масштабе они бы сразу вертикально в небеса улетали почему да потому что посмотрите на план я обвел желтым мы делаем соединение join между делимым и делителем делимое делитель здесь джонница это значит что для того чтобы это все работало в реальном времени у нас что-то одно из них должно быть очень маленьким ну делимое маленьким быть не может значит делитель должен быть маленьким а если у вас в джоне ни одной таблицы маленькой нету то север в реальном времени это конечно сделать не сможет так что на маленьких делителях это работает хорошо а вот если там 1000 то видите 2 стрелочка уже тоже начинает быть такой толстой и север быстро этот джон сделать не может то есть этот метод плохо масштабируется по размеру делителя но к счастью задачах анализа данных у нас делитель будет маленьким однако посмотрите на зеленую линию то есть этом большой большой делимая 100 миллионов строк вот там уже даже на маленьких значениях делителя уже начинается такой заметный рост вот это неприятно конечно ну и вот стоимость запроса тоже очень резко растет что конечно не позволит нам в реальном времени применить эти алгоритм для большого делителя вот это главный вывод точнее вывода 2 алгоритм номер три очень хороший ну на больших делителях надо что-то новое придумывать что-то надо еще такое выдумать чтобы это все-таки еще ускорилась и работала в реальном времени и так проведем промежуточные итоги вот у нас есть три метода из них годный только один джон и грубой он может работать реальном времени если делитель маленький вот такие дела ну можно было бы на этом первую серию закончить но давайте чтобы мы лучше почувствовали смысл вот этого религиозного деления сделаем сразу постепенно подводку ко второй серии дальше мы должны рассмотреть еще какие-то практические задачи где религиозное деление встречается нам не в таком вот чисто абстрактном виде а в более приближенном к реальности я продемонстрирую еще разок как можно с пользой для дела поделить таблицу на другую таблицу представьте такую классическую задачу мы выпустили новый товар и хотим эффективно его прорекламировать этот новый товар он не является уникальным ну как обычно бывает есть к аналоги конечно которые давно успешно продаются и есть куча покупателей которые эти самые аналоги покупают вот мы хотим часть этих покупателей переманить к себе на свой новый товар а для этого мы хотим им этот новый товар прорекламировать но среди великого множества покупателей нам нужно во первых выбрать только тех которые хотя бы пользуются аналогичными товарами потому что если они до сих пор не покупают аналоги то и наш товар тоже скорее всего им не нужен а во вторых даже если мы выберем только тех кто покупает аналогичные товары все равно этих покупателей окажется слишком много и рекламного бюджета не хватит нам нужно выбрать еще рекламный носитель через который мы будем наш новый товар продвигать пусть этот носитель это будет какой-то журнал и мы хотим посмотреть какие журналы складывают в один чек с аналогичными товарами покупатели то есть нас интересуют люди которые покупают либо колу либо пепси ну в реальных задачах конечно это все посложнее надо посмотреть на тех которые покупают это регулярно в каких-то там значимых объемах выходя за пределы статистической погрешности но сейчас так усложнять не будем пока найдем просто покупатели которые покупают либо колу либо пепси и при этом внимание одновременно вот она связанная продажа одновременно они покупают какой-то журнал если мы увидим что куча народу покупает какой-то там журнал особый вместе с колой из пепси то это даст нам интересные поводы для размещения в этом журнале рекламы значит скорее всего они нашей рекламой заинтересуются и это будет попадание в целевую аудиторию вот такие таких покупателей которые делают эти связанные продажи нужен найти еще раз в чем связанная продажа в том что кока-кола покупается с конкретным журналом или пепси покупается с конкретным журналом нам нужно найти ну во первых этих покупателей которые потенциально могут стать нашими но это второстепенная задача а первостепенная задача найти собственно журнал самый популярный среди них журнал в котором мы дадим рекламу и таким образом на человеческом языке вопрос сформулируется так какой журнал чаще всего покупают клиенты которые уже покупают колу или пепси но не покупают наш вятки квас если с человеческого языка эту задачу перевести на математический на религиозной то делимым станет история покупок это на практике будет огромная таблица с всеми всеми покупками которые в исторической ретроспективе совершали наши клиенты дальше корзина на что мы будем делить эту таблицу фактов корзина будет нас состоять из двух товаров это первый товар либо кола либо пепси а второй товар это какой-то журнал ну допустим юный техник наука и жизнь и знание сила вот надо найти такое сочетание которое при делении дает максимальное количество покупателей но при этом еще небольшое осложнение эти люди которые нас интересуют они не должны еще пробовать наш товар вятский квас ну потому что если они его уже покупают уже пользуются то какой смысл им его рекламировать вот на практике у нас конечно будет еще больше критериев сложных условий но об этом следующих сериях и вот мы должны получить два результата во первых список потенциальных клиентов и из этого списка самое главное мы поймем журналы которые они чаще всего читают в которых будем давать рекламу вот такая постановка задачи и еще небольшая поговорка обратите внимание сейчас я буду эту задачу решать специально так чтобы показать максимально подробно реляционное деление то есть вот этот это решение она не будет самым эффективным с точки зрения конечной цели я специально буду решать его через реляционное деление так чтобы это реляционное деление показать максимально подробно учтите это поэтому если вы соберетесь то что сейчас у меня получится перенести на практику то вы конечно сначала подумайте это дело оптимизируйте вот так ну давайте решать итак посмотрим на наши товары сначала давайте посмотрим на конкурентов конкуренты вятскому квасу это кока-кола и пепси давайте на них сфокусируемся да есть такие товары с номерами 1 и 2 очень хорошо а теперь наш товар это вятский квас да есть такой товар с номером 3 хорошо и еще среди товаров нам интересны журналы 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 которые потенциально покупают наши потенциальные клиенты у нас в магазине продается к примеру журнал наук и жизнь знание сила и юный техник знание силы и техник вот и ты журнал хорошо теперь давайте посмотрим кто покупает одновременно скажем кока-колу и журнал наука и жизнь хотя пока вот это вот отделю пока ничего полезного не сделал просто посмотрел на товары а вот теперь начинаю выполнять революционное деление так ну давайте возьмем фактическую таблицу размером в миллион миллион продаж покупки так вот они это фактическая таблица каждая строка это одна атомарная покупка вот такой то покупатель купил вот такой то товар давайте поделим революционное деление группирую эти самые покупки по покупателям и по каждому покупателю я хочу посмотреть сколько он купил разных товаров широту ассортимента количество уникальных номеров товаров вот столько разных товаров покупал каждый покупатель но меня интересуют не все товары а только некоторые поэтому я добавлю секцию в а а конкретно меня интересует два товара один товар это какой-то из наших конкурентов кока-кола пепси кока-кола или пепси вот у кока-кола идентификатор единичка а второй товар это какой-то журнал ну например наука и жизнь идентификатор у науки жизнь 4 кока-кола и журнал наука и жизнь вот покупатели которые в принципе покупали либо кока-колу либо науку и жизнь либо и то и другое но меня интересуют только те из них у которых количество уникальных товаров 2 значит они купили и то и другое одновременно в этом мне поможет хэвинг выделить их нашлось 250 человек которые одновременно покупают кока-колу и науку и жизнь хорошо но возможно некоторые из них уже вятский квас употребляют и они нам не интересны не надо им рекламировать они уже знают про вятский квас поэтому из этих людей мы вычтем реляционное вычитание тех кто вятский квас уже пробовал у вятского кваса номер 3 идентификатор 3 посмотрим что получилось 117 человек 117 человек покупают колу и науку и жизнь но при этом не пробовали ни разу вятский квас хорошо вот это нам интересно ну и теперь такой запрос нужно выполнить сколько раз 6 раз наверное для каждого сочетания напитка и журнала давайте это выполним наверное сейчас уже самое время перейти к табличным выражением для упрощения обозначил кока-колу и пепси как конкуренты конкуренты так журналы также мне понадобятся журналы среди которых я буду проводить рекламную акцию это будет табличное выражение под названием журналы чтобы не запутаться так ну а вятский квас я и так запомнил у него номер 3 так табличное выражение готово теперь приступаю к написанию собственно запроса второй селект второй вот этот вот список мне нужно сгенерировать 6 раз для каждого сочетания конкурирующего товара и журнала сначала получим эти сочетания как их можно получить ну наверное сделать cross join между конкурирующими товарами и журналами журналами вот так у меня получится 6 пар давайте выполнить запрос его уже можно выполнить вот получается 6 пар которые мне нужно проанализировать и для каждой пары надо выполнить индивидуальный запрос параметризованный для этого у нас в языке SQL имеется коррелированный join cross apply в этот коррелированный join я загоняю второй запрос который собственно и делает анализ и в нем я могу в качестве параметров использовать какие-то значения из тех таблиц которые стоят слева от cross apply например я возьму текущий конкурирующий товар и текущий журнал вот так и эту получившуюся табличку который я буду присоединять справа к результату cross join вот этого надо тоже как-то обозначить ну давайте нажимаем ее п продаж жих вот теперь я для каждого сочетания конкурирующего товара и журнала получил индивидуальный список покупателей которые этот конкурирующий товар с этим журналом покупают но при этом не покупают детский квас и эту табличку теперь я могу сгруппировать по журналам меня же в первую очередь что интересует журналы ради чего я все это затеял чтобы выяснить какой журнал самый перспективный в качестве рекламы группируем по журналам и за каждым журналом скрывается некоторое количество покупателей которые либо колу либо пепси пьют посчитаем этих покупателей вот так ну в общем то все задача решена теперь осталось только отсортировать и все получается что самый выгодный журнал для рекламы наука и жизнь вот в науке и жизни мы разместим нашу рекламу вот на одном экране у меня поместилось все решение сверху секция выяс она значения никакого не имеет это просто для упрощения написания запроса само решение вот она ну и реализационное деление здесь вот в этом месте вот она реализационное деление как она мне помогло и я его успешно встроил в решение более сложной задачки мне это было сделать не сложно потому что третий метод который мы признали лучшим он весьма компактен он вписывается в один select без под запросов и мне даже в этом случае без джойнов удалось его сделать но это на самом деле конечно хитрость потому что вот тут вот такая проверка вхождения во множество она как бы и заменила мне джойн и как видите на миллионе строк это выполнилось все очень быстро меньше секунды я перебрал шесть разных комбинаций для каждой комбинации выполнил такое сложное деление вот такие дела ну что пора теперь нам заканчивать наш вебинар как вы понимаете самое интересное ждет нас следующих сериях в следующих сериях мы посмотрим на практическое применение всего этого хозяйства и вернемся к теоретическим основам там тоже есть о чем поговорить ну а если эта тема вас интересует в плане применения на работе то конечно самое лучшее что вы можете сделать это посетить наш курс по аналитике на языке скуэль приходите к нам учиться там вы узнаете не только про революционное деление но и много других интересных и полезных вещей если у вас накопились какие то вопросы по революционному делению не стесняйтесь пишите мне на электропочту добавляйте меня в друзья во всех сетях вы меня легко найдете я там под настоящим именем зарегистрирован добавляйтесь буду очень рад ну а следующих сериях мы обсудим вот это записывайтесь на бесплатный вебинар в учебном центре специалист подписывайтесь на мой канал на ютюбе чтобы не пропустить самое интересное у нас будет следующих сериях спасибо за внимание друзья и до новых встреч заходите в гости